А данный ролик я объявляю трибьютом моему любимому ютуб-каналу, посвященному анализу тяжелой музыки Metal Music Theory. Если вы посмотрите несколько роликов, то сможете отметить некоторые параллели, что я привел в своем видео. Приветствую и приветствую! Вы слышите меня? На моем канале уже выходило целых два ролика, посвященных композитору Final Fantasy XIV Масаёшу Сокину. При этом я уже давно обещал сделать ролик и про Нобу Уимацу, имя которого прочнее ассоциируется со всей франшизой Final Fantasy, нежели с одной игрой. Поэтому прошу набраться терпения, товарищи, я обязательно его сделаю. Обычно я выпускаю ролики либо по каким-то свежим играм, все во имя алгоритмов ютуба, которые и так нихрена не работают, либо по каким-то своим свежим впечатлениям. Сегодня тот случай, когда игра попадает сразу в оба пункта. Дополнение Endwalker для Final Fantasy XIV вышло в декабре предыдущего года, и тут же захватило мое внимание. И я решил в этом ролике изложить свои впечатления от прохождения, или лучше даже сказать, конца хождения, завершающего дополнения для Final Fantasy XIV, и связать свои впечатления с таким понятием, как интерактивная музыка. Сразу хочу предупредить, это видео будет насыщено сюжетными спойлерами, как предыдущих дополнений для Final Fantasy XIV, так и для Endwalker. Поэтому, если вы собираетесь проходить, либо находитесь в процессе, то отложите это видео в закладке и посмотрите подже, за что моя отдельная благодарность вам. Но если же вас больше интересует техническая составляющая интерактивной музыки в играх, то добро пожаловать. Сегодня я пытаюсь объяснить, почему музыкальное сопровождение Endwalker, помимо хорошего сюжета, отлично прописанных персонажей, и эмоциональных американских горок в сюжете, одна из причин того, почему Endwalker удостоился наивысшей оценки на Metacritic за 2021 год. Сегодня с вами я, автобатонский воин света, и это Automata Sound. Boy, oh boy, какой же это был эмоциональный аттракцион. Я не из тех людей, кто играл в 2011 году в оригинальную версию Final Fantasy и носит Легаси татуировкой на спине своего персонажа. Однако, в преддверии выхода дополнения, которое завершает сюжетную арку, начавшуюся 10 лет назад, я, естественно, начал знакомиться глубже с лором. Я осмотрел прохождение сюжета других стримеров, которые знакомились с игрой впервые, да и просто восстанавливал свои воспоминания, параллельно пытаясь пройти один из сложнейших рейдов игры. И скажу точно, что музыка действительно имеет колоссальный вес в данной игре. И вообще во всей франшизе последней фантазии, как и в большинстве игр под властной сфере влияния Square Enix. Ведь эта компания подарила миру таких композиторов, как Nobuo Uematsu, Jeremy Soul, который начал карьеру композитора с должности тестировщика Square, Jesper Kids, его саундтрек Мик Хитман, Keichi Akaba с прекраснейшей музыкой из Near и Drakengard, и, разумеется, Масаёшу Сокен, который, помимо прочего, являлся еще и собутыльником Nobuo Uematsu. Дополнение Endwalker не стало исключением из традиции сильной связи сюжета и музыки в игре. Более того, оно только упрочнило эту традицию и привнесло, по крайней мере для меня, новые грани этой игры и уровня иммершина, который она обеспечивает. Это видео я попытаюсь разделить на определенные тезисы. Блять, как будто опять диплом пишу. Чтобы и вам было проще понимать, что такое интерактивная музыка, и можно было привести какие-то примеры с частными случаями интерактивной музыки в видеоиграх. Итак, что же такое интерактивная музыка в видеоиграх? Композитор Уинифред Филлипс в своей книге A Composer's Guide to Game Music дает следующее определение данному понятию. Музыка, взаимодействующая с переменными, которые предоставляются игрокам и изменяются в соответствии с ними, может называться интерактивной, динамической или адаптивной. В интерактивной композиции музыка создается как набор компонентов, предназначенных для совместного сочетания, и которые могут быть представлены во многих различных вариациях. То есть адаптивная или интерактивная музыка вам всем хорошо знакома. Это та самая смена саундтрека в зависимости от того, в какой вы находитесь локации, вступаете вы в бой или входите в мирную зону, или наблюдайте определенный сюжетный поворот сопровождаемый специфичной темой. Все это вам уже хорошо знакомо, вряд ли вы здесь услышали что-то новое. Однако надеюсь, что обратив ваше внимание на то, как работает музыка в видеоиграх, вам будет проще понять принципы ее работы и то, как она взаимодействует с игровыми элементами. Как, например, когда вы общаетесь с человеком и не замечаете его постоянного прицокивания языком или же, как он делает при вздохе между предложениями. Да, я из таких людей. Дик. Так вот, соглашение данного определения я и начну свое пояснение. И да начнется... Feast of spoilers. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, я здесь не что бы намеренно спойлеры разбрасывать, а пояснять за музыку в видеоиграх. Пускай и с использованием спойлеров. Sorry, no sorry. Одна из первых катсцен дополнения Энд Волкер — отплытие на континент от Шарлиан. И в ней на фоне мы слышим композицию под названием «Ансерс», то есть в переводе «Ответы». Обратите внимание, мы слышим очередной зов Хайдалин. Hear, feel, think. И никто, кроме нас, даже наши товарищи, которые также обладают даром эхо, его не слышат. И музыка звучит очень отдаленно, как будто ее источник находится где-то рядом, но в то же время и на почтительном расстоянии. Мы слышим только вокал, покрытый слоем эффектов, который и дарит нам ощущение присутствия бестелесного голоса в нашей голове, который хочет нам о чем-то поведать. Эта тема давно изменила свое изначальное значение, ведь именно ее полную версию мы прислышали в трейлере «Аруем Реборн». Воин Света, то есть главный герой FF14, ваш персонаж, следует зову и решает выйти на палубу, где и встречает Хайдалин лицом к лицу. Впервые за 10 лет развития сюжета игры. В этот момент вступает новая вариация основной мелодии «Ансерс» — фортепианная партия. Эхо уже нет, мы слышим голос прямо из источника, а фортепиано теперь задает основной тон. Смесь грусти, радости, сомнения, доверия и неверия богини. Композиция получает и дальнейшее развитие, и звучит на протяжении сюжета множество раз, в конечном итоге преоближаясь в композицию «Your Answers», которая звучит в бою с Хайдалин уже ближе к концу сюжета. «Ансерс» в оригинале, в сюжете дополнения, можно отнести к нашей собственной версии Хайдалин, той, которую мы встречаем на палубе корабля, красивую голубоглазую женщину, носящую белую робу. Однако «Your Answers» — это версия богини Хайдалин. Здесь было добавлено хоровое исполнение вокальных партий, симфонические инструменты, а также еще одна интересная деталь — элементы трека «Succession of Witches» из Final Fantasy VIII, считающейся одной из самых криповых и жутких композиций Нобу Уэймансу. Однако, это не тот момент, на котором я хотел бы заострить свое внимание. «Answers» появляется в сюжете еще раз, уже после сюжетного боссфайта с Хайдалин, и на этот раз в треке отсутствует вокальная партия. И именно эта деталь служит триггером к осознанию. Теперь мы сами следуем своему пути. Больше никто не защитит нас и не предсостережет от опасности, ведь Хайдалин больше нет. Петь уже некому. Как будто мы только что лицезрели потерю одного из родителей главного героя, а Хайдалин теперь как... дядюшка Бен из Человека-паука. Так вот, возвращаясь к теме интерактивной музыки, заметьте, как определенные ситуации и детали сюжета взаимодействуют друг с другом. Само наличие персонажа в сцене и его положение на локации, отношение с главным героем, место действия, даже его внешний облик и смерть персонажа. Все эти детали крайне важны для восприятия и ощущения погружения, а музыка служит своеобразным усилителем, ручкой гейна на пульте, если угодно. Все это мне напоминает метод написания саундтреков Остина Винтери, который также берет одну мелодию, затем превращает ее в нечто видоизмененное с развитием сюжета, и затем, уже ближе к концу развития сюжета, она превращается в нечто такое, что едва ли напоминает ее изначальную версию. Так происходило в игре Journey, но также можно провести параллели и с игрой The Pathless, где определенные инструментальные партии включались и выключались, когда ты добирался до одного из боссов на локации. Но и это еще не все. Есть еще одна песня, на которую я хочу обратить внимание. Этот трек называется Flow, и он играет особенную роль в нашей встрече с Хайдалин. Проследим за лирикой. Здесь музыка играет подчеркивающую роль происходящего на экране. Это песня Хайдалин к нам, ее избранному. Все это время она помогала нам незримо, а теперь приветствует лично, как мать, которая много лет не видела свое дитя, и теперь приветствует нас любящими объятиями. Вернемся к моменту прибытия в Шарлиан. Я не буду говорить про основную тему этой локации, которая просто идеально описывается ненавистной мной русской вариацией слова «чилл». Я упомяну о теме локации «Лабиринтус». Локация представляет собой подземное хранилище живых и неживых объектов исследований со всего мира, своеобразную сферу Дайсона, не в функциональном смысле, дорогие мои любители начать свою тираду со слов «Вапфета?» Под потолком висит искусственное солнце, климатические условия создаются здесь механическими устройствами, даже сама локация говорит о своей природе. Это сочетание высоких технологий фэнтези-вселенной с дикой природой. Так вот, эта искусственность отображается в главной теме локации. Два основных элемента этой темы — механические звуки, вполне возможно, сэмплы работающих приборов или чего-то еще, и естественные, природные — щебетания птиц, например, или звуки сверочков. Даже небольшие партии проигрышей имитируют вот это естественно-неестественное звучание, как будто машина пытается имитировать живое исполнение партии человеком. Парадоксально, но даже лажа от нее звучит вальшиво. Конечно, это сделано умышленно, но факт остается фактом. И ночная тема, в свою очередь, также имитирует жизнь в данной локации. Живых звуков уже не слышно, а само звучание трека напоминает небольшую музыкальную шкатулку. Природа спит, только машины работают в пассивном режиме. Искусственное солнце погашено. Все мною вышесказанное связано с таким понятием, как горизонтальное сведение. Оно подразумевает плавные переходы между определенными треками, темами локации и так далее, в зависимости от переменных, которые задаются игроком, либо же самой игрой. То есть положение персонажа в бою, времени суток и так далее и тому подобное. При этом подразумевается, что треки должны переходить плавно между собой, и их воспроизведение должно начинаться либо с самого начала, либо с того же самого места, на котором трек был прерван. Одно из событий, упорно присутствие которой в дополнении, делали Square Enix в трейлерах и на презентациях, это полет на Луну. Тут тебе и сама Луна на локотипе Энд Волкера, и корабль, что так походит на Star Destroy и Звездных Войн. Намеки были весьма недвусмысленные, но шуткой шутками до Луну мы действительно полетели. И само собой для такой локации нужен соответствующий эмбиент. Космический, широкий и одновременно загадочный. Тема действительно присутствует таковая, но сделаю акцент на смене темы в зависимости от местоположения персонажа на локации, как пример горизонтального сведения. Здесь присутствует башня Смотрителя, назначение которой объясняется самим названием. Но самое главное – это хранилище воспоминаний расы древних, которые исчезли много тысячелетий назад. Именно поэтому при входе в башню основная тема локации сменяется на измененную тему города древних из дополнения Shadowbringers – Амород. 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 Темп ее стал несколько замедленным, а в ритмических рисунках появились небольшие паузы. Это намекает на одно из предназначений башни – хранилище памяти. Но точно так же это и небольшой островок цивилизации древних с единственным обитателем, который едва может помнить свое прошлое. И вот эти паузы в теме Амород напоминают пробелы в памяти, будто воспоминания о событиях былого уже затерлись, и память воспроизводит их не так хорошо, как раньше. И теперь конкретно о примере горизонтального сведения. Когда мы заходим в башню, начинает играть тема Аморо. Выходим наружу, тема луны продолжает играть с того же места, на котором была приостановлена. И гвоздь сегодняшней программы «Амород». Последняя локация Энд Волкера. И наиболее высокая точка эмоциональных американских горок, которые разработчики любезно приберегли под самый конец сюжета. Эту локацию я использую как пример того, что называется вертикальным сведением, при котором определенные инструментальные партии вступают после триггера какого-то игрового события. Как только мы прибываем сюда, это место, где-то на границе мироздания, встречает нас очень странной темой. Инструментальные партии едва можно разобрать. Ее тон напоминает лоу-файт данжен синт, как будто партии живого органа записали на дешевый микрофон, затем пропустили через динамик старой полицейской рации и встроили в игру. Впрочем, эта запись идеально отражает суть и вид данной локации, где повсюду разбросаны останки погибших цивилизаций, а на небе красуются умирающие звезды. И признаюсь, на моменте прибытия сюда я был готов просто утонуть в звуке. Но в таком виде тема осталась не навсегда. Прибываем мы на данную локацию в компании своих соратников, а в конце нашего пути остаемся в гордом одиночестве. И всякий раз, когда мы оставляем позади кого-то из них, в тему добавляются инструментальные партии. К лоу-файным партиям добавляются четкие фортепианные, затем еще, еще и еще. И последним ингредиентом становится вокальная партия, и песня обретает свой окончательный вид в последней сцене, когда главный герой остается в одиночестве, идя прямо к концу своего пути. Груз отчаяния тысяч и тысяч миров лежит тяжелым грузом на ваших плечах. Но вы все еще можете идти. Как вы могли догадаться, триггером к переключению инструментальных дорожек здесь является самопожертвование сюжетных персонажей. И таким образом, едва различимая мешанина превращается в полноценную песню. И, кстати, вишенка на торте. Дабы показать безжизненность одной из локаций, на данном отрезке сюжета были отключены звуковые эффекты и эмбиент. В принципе. Надеюсь, после моих пояснений вы стали чуть лучше понимать, как работает ваша любимая музыка в видеоиграх. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайкосы, и пишите комментарии. Сегодня с вами был я, Атомата Саунд из Аут.